У нас был полный бардак. В двух словах, во что это примерно обошлось этот год? Если бы мы сразу знали про эти деньги, мы бы, наверное, испугались. Но доходности от этого инструмента в нашу нишу я не вижу. Сколько вы заплатили за автоматизированный хаос? Очень много свободного времени оказывается у команды. И вопрос сайт или сайт, который работает. Сайт, который работает, это не сайт, который приносит деньги. Это все разные сайты. Окей, Федь, смотри, ты достаточно давно в электронной коммерции. Сколько? Пять, семь? С 2011-го. Федор Миронюк, владелец Royal Toys. Считает, что правильная автоматизация – это конкурентное преимущество. Любит свое дело, команду и строит идеальные процессы в компании. С 2011-го у нас уже 9 лет получается. Наверняка не все сразу вы автоматизировали у себя в своем бизнесе игрушек. В двух словах, с чего ты начинал, что сейчас уже есть в контексте автоматизации и к чему ты хочешь прийти в какое-то обозримое будущее? Ну, для нас был шаг для человечества и для человека одновременно это Google таблицы. Все было просто, когда у нас был один поставщик. Мы, в принципе, справились. Потом их стало два, потом три. Потом мы это все автоматизировали многих поставщиков в одну таблицу. В один Google документ разные вкладки, разные поставщики. Со временем разные поставщики обновляли по-разному прайс, начали позиции пересекаться и у нас был полный бардак. Менеджер, для того чтобы ответить на вопрос, а есть ли у вас какой-то там вертолетик, а вертолетик этот мог быть у 5, 6, 8 поставщиков, пока он находил все свежие актуальные прайсы. Порой мы теряли клиентов. Время на обработку заказов у нас уходило очень-очень много. Менеджер в целом за день мог обработать качественно, хорошо, ну, до 30 клиентов, до 30 заказов в день. Ну и мы в 2015 начали мигрировать на 1С. В первый год мы просто ежедневно работали над 1С. Но она не работала у нас. Давай чуть расшифровывать. Мы платили человеку, который работал, наполнял карточки товара, каждого поставщика, работал там с прайсами и прочее более года. У нас был программист, который регулярно приходил и регулярно дорабатывал нам 1С, чтобы она работала, ну вот то, что регулярно выставлял нам счета. Спустя год, когда у нас практически веры в то, что это разумное решение, нам практически стякло, мы все-таки запустили. Мы сделали связку с сайтом, она была кривая, но она обновляла остатки и цены. И мы считали, что это успех. Наша 1С могла кушать чужие прайсы. И мы считали, что это очень хорошо, это 2016 год был, тогда мало кто подобное вообще делал на своей базе. Потому что это обычно могли делать им какие-то крупные компании, а мы были тогда еще и достаточно юны. В двух словах, во что это примерно обошлось в этот год? Ну вот в контексте внедрения 1С? Где-то тысяч 8 долларов. Это она сырая, которую мы еще пробовали. Из коробки и дальше напильником. Доработайте напильником. Да, да, да. Ну то бишь, если бы мы сразу знали про эти деньги, мы бы, наверное, испугались, но нам сказали, там будет 1000-2000 долларов. Вот. Ну а потом уже, когда мы сделали, ну эффект мы получили спустя долгое время, когда ощутили свое конкурентное преимущество. Каждый месяц конкурентное преимущество за время N отбило инвестиции. Ну то есть это не то, что мгновенно сразу. Вообще нет. Окей, как это в программе? Что было дальше? Потом потихонечку другие маркетплейсы начали давать возможность API с ними. Самое первое, что мы сделали, это API с новой почтой, API с приватом, банковская система, платежи. Потом маркетплейсы. Чем дальше, тем лучше они стали делать API, потому что поначалу это было практически у всех. Если вдруг была такая возможность, это это Excel таблицы, API дала возможность это все делать автоматически, все эти обмены. Потом и заказы начали попадать в 1С, то бишь, мы сделали ядро, которое связались с многими разными сервисами. И если нам что-то нужно улучшить, мы улучшаем наше ядро и улучшается весь наш сервис. Я правильно понимаю, у тебя ядром является 1С? Да. С какими проблемами на первых этапах вы сталкивались в автоматизации? Или это все одна большая проблема? Адекватные специалисты, которые могут за адекватные деньги решить твой вопрос. И решить его не только то, что ты видишь, но и пара последствий. Потому что порой ты говоришь, мне надо сделать так, чтобы в карточке товара было так, так, так. Потому что менеджер не будет делать много лишних движений. Он говорит, да, хорошо, он сделал, но потом оказывается все остальное больше не работает. Он говорит, нет, ну вы говорили, вот сделай. Я сделал. А что дальше? Ну как бы то, то не моя часть корабля. И пока мы перебирали долгий, с кем мы работаем, пока мы собирали команду, это было очень больно. Морально, финансово, психически и по времени, конечно. Но время помогло и ядро работает теперь на нас. Окей, значит, к шестнадцатому году у вас более или менее появилось ядро. Да. За следующие четыре года что произошло? АПИ, АПИ, АПИ. То есть вы больше подключали остальные сервисы? Ну и оттачивание самой одиннадцати, то бишь мы дошли до того, что ну вот там один менеджер может спокойно обработать сто заказов. Ну это… В день? В день. Это не просто… это с контактом с человеком. У него показывается, что там, к примеру, вот обрати внимание, что вот к этому там роботу, вот у него, он на аккумуляторе, но в пульте нету батареек. Надо три батарейки. Скажи об этом клиенту, потому что если клиент получил, заказал, получил, такой довольный, приходит к ребенку, дарит, сейчас же с кумом сядем, а ребенок открывает, не работает, не работает. И человек хотел сделать что-то хорошее, а уже выходит как-то неудобно, они начинают искать, там где-то с пульта батарейки достают, оно как-то криво ездит, в итоге вечер испорчен. Оказывается, всего лишь надо позаботиться и сказать клиенту, смотри, там надо батареечки, тебе иду укомплектовать? Он говорит, да, конечно. И в итоге у человека счастье, он возвращается, возвращается к тому продавцу, кто позаботился. Мы интегрировали это все у себя в 1С, как и скорость работы. Ну, то бишь, мы можем сделать очень много, обработать заказы, но вопрос же качества. Скажи, пожалуйста, автоматизация, это же не только про карточки товаров, автоматизация бизнеса, это очень большое количество процесса. С чего вы начинали со своего ядра 1С, что еще, ну, например, в контексте работы менеджера, куда тут ты копал? Ну, оптовый отдел, прежде всего, работает, ему проще всего, через Bittrex, Bittrex24. Через эту CRM и там скрипты, которые помогают работать с нашими клиентами. И, в принципе, на обучение менеджера нового у нас уходит очень мало времени. Он быстро становится экспертным, потому что у него подготовлены часто задаваемые вопросы, развитие событий. И человек понимает, как сделать так, чтобы наш клиент был доволен. И все вопросы его решились. Казательно розницы, там также подобные скрипты. Ну, это все интегрировано больше в 1С. Кроме наличия телефонных разговоров, еще сейчас очень популярны мессенджеры. Да. Сюда вы что-то копали? Ну, у нас есть, ну, это в оптовом отделе, да, конечно. А в рознице мы столкнулись с тем, что люди пишут, а потом не отвечают. Они, мы столкнулись с тем, что реально те, кому надо, они практически всегда звонят. И делают сразу заказ и ждут, когда им перезвонят. У нас вот один человек, который сидит чисто на мессенджерах, отвечает в чат, на все вопросы оформляет, ну, до 10 заказов в день. Ну, это ни о чем. Это зарплата его… Ну, вряд ли покрывает. Да. Или на уровне нуля. Не покрывает. А зачем держишь? Сервис. Ну, то бишь, мы вот сейчас, это мы вот только сейчас проанализировали, что у нас вот, в принципе, очень много обращений, которые пустые. Очень много детей, которые пишут просто, чтобы писать. Потому что по телефону, они, не знаю, боятся позвонить в интернет-магазин, а я хочу игрушку, а мне скажут, а где мама? Потому что я хочу, мне 9 лет, а я хочу там какой-то пистолет на пульках. Мы, конечно, можем продавать, но мы не продаем. Как бы, окей, дайте, пожалуйста, другому маме, папе, кому-то взрослому, мы на него отправим. Это будет его ответственность. Ну, как бы, ну, есть определенные рамки разумного, что ли. Какое развитие автоматизации ты сейчас для себя видишь? Что бы хотелось сделать, то, что еще не сделано? Ну, мы за этот год очень много чего реализовали. Практически все. Мы обычно планы создаем, делаем в январе и на год. Потому что в декабре это высокий сезон, соответственно, до сезона все, что успеете сделать. Ну, продолжать работать с новыми маркетплейсами, которые появятся. Те, которые сделают нормальную систему. Вот промо уже хорошая система API. Можно, конечно, все улучшить, но в целом она достаточно хорошо функционирует. И с ней можно работать. Когда у других маркетплейсов появится подобная система, думаю, надо и с ними API делать. А так автоматизация, ну, аналитика, анализ, то, что мы продаем, как мы продаем. Ну, и просто процесс разработки скриптов, ну, наверное, не более. Давай немножко про аналитику. Как ты понимаешь, что то, что вы внедрили, ну, оно имело смысл? В всем стоит считать. К примеру, если я понимаю, что менеджер может комфортно обработать 30 заказов, а после того, как мы сделали какое-то внедрение, он может обработать там 50, 70, 80. Это все считается в заработной плате. За сколько времени окупается та или иная вещь? То бишь, если приходят, ты спрашиваешь, сколько стоит продукт? Они там говорят, там, 20 тысяч гривен. Там, дорого или мало? Или дешево? Берешься, считаешь? Выгодно, все, супер. Если от этого заработок намного больше. А если вровень или меньше, то зачем тратить туда деньги? Есть много продуктов, которые пустышки. Как мне понять, что вот я предприниматель, у которого пока все, знаешь, в старых бухгалтерских книгах. У меня есть книга, куда я записываю вообще там заказы. Те, которые с промо, они у меня в кабинете. Если у меня не с промо, они у меня где-то на листочках. И я понимаю, что я очень погруз во всех этих задачах. И что-то нужно автоматизировать. Например, выхожу в условный интернет и начинаю искать систему автоматизации. Ты говоришь, есть много чего, что является пустышкой. Как мне понять, что на это не стоит тратить свое время? Ну, к примеру, мы там есть такой продукт, живоцайт. Это чат. Вот он там стоит сумму N, я уже не помню сколько. Но вот у нас он, ну просто статья расходов. Но доходности от этого инструмента в нашей нише я не вижу. То бишь, может быть, в другой нише оно будет работать хорошо. Но там, с другой стороны, там в мессенджерах у нас, там, где работает робот, там, ну, вообще классный результат. А что у вас в мессенджерах? То есть у вас есть бот? Да, но я знаю, что в других нишах он может вообще не работать. Ну, то бишь, все же, ну, надо смотреть предметно. То есть пока не попробуешь, все равно не узнаешь. Ну, я думаю, прежде всего смотреть в этой нише, посмотреть, почитать отзывы, поговорить, попросить у компании с портфолио, кто с клиентом, возможно, в другом городе, в другой стране, в этой же нише какие-то результаты иметь. Или кто эта компания, соответственно, позвонить туда, написать туда, спросить, ребят, у вас этот инструмент работает? Как, что вы скажете? Ну, если это более… Я представляю себя на месте этого человека. Мне звонит непонятно, кто из Украины. Игорь, слушай, расскажи мне про свою бэксторону бизнеса, как у тебя работает такой инструмент или нет, потому что я твой конкурент. Ну, мне звонили по поводу, ну, много digital продуктов, которые, вот, вы, как крупный игрок рынка, у которого, ну, все классно, говорят, что вот эта компания сделала для вас вот этот продукт. Я говорю, да, делала. Окей, можете дать фидбэк? Говорю, окей, там. Стоимость такая-то, качество такое-то, ну, по оценке моей, вот там по срокам они обещали за столько-то времени, внедрили за столько-то, но с другой стороны, они там не взяли предоплату. За столько-то, за столько-то. Работать с ними или нет, решать вам? Я, как бы, мне не жалко. Может, я пользуюсь именно точно так же. Где-то мне, откровенно, говорят, извини, я занято, а где-то говорят, да, конечно, я тебе уделю минуту-две времени. Это же много не надо. Ну, люди бизнеса, они более как-то адекватно оценивают, ну, по крайней мере, мне так попадаются, ну, чужие риски. Может, они понимают, в другой момент они могут сами оказаться на этом месте. Я начинающий предприниматель, понимаю, что мне нужна будет автоматизация, с чего мне начинать. Ну, так вот, оглядываясь назад, ты прошел достаточно большой путь. Прежде всего, понимание, сколько есть денег на это. Это базис. И сколько денег потом придет, чтобы можно было их потратить. Потому что зачастую есть продукт, коробка, которые потом нужно под свое дело доделывать. Возможно, для кого-то подойдет Google таблица. Возможно, кому-то намного проще остальные заказы с других сервисов просто себе на промт заливать, и у них все будет хорошо. И на их ресурс. Если они масштабируются на много разных марках VS, им нужна единая система, ну, нужно выбрать, где они… на базе чего они будут работать. Есть много… намного проще и дешевле вариантов, чем 1С, которые более-менее подходят, там, 90% бизнесу. Ну, можно рассмотреть варианты, которые, там, стоят, там, 50-100 долларов в месяц, может, там, 200 долларов в месяц. Это будет, в любом случае, дешевле, чем что-то более серьезное. На большую рыбу надо ходить под большими витрилами с большим кораблем, но он требует соответствующих инвестиций, расходов и влажений. Ну, он же тоже не с нуля получается. Ну, ты же тоже не сразу взял и, там, 100 тысяч долларов ввалил в этот корабль. Ну, так вот, собственно говоря, так и вышло, что мы с Google таблиц просто накопили сумму N, кто-то ездит на отдых, а кто-то копит. Вот, как бы, все. Кто-то много лет ездит на отдых, а кто-то много лет копит, вот. А потом делает так, чтобы оно все-таки заработало. И потом очень радуется, когда оно работает и очень горюет, когда надо, блин, переделывать по-новому, по-другому, потому что сделали на 99%, а вот 1% надо переписывать. Сколько раз у него переписывали? Много, много, я не знаю, в первых раз здесь и считали. Ну, вот, когда сделана работа, вот, все хорошо, давай по-новому. Почему, помнишь? Ну, какие самые разные моменты? Ну, самые разные моменты, там, не знаю, характеристики надо прописать, какие прописали, а габариты изменились, там, не знаю, там, сантиметры в миллиметры, еще что-то там, ну, условно там. Ну, я уже не помню, я помню, что у нас это было, ну, просто боль. Сейчас есть много агрегаторов, ну, то бишь мы там приобрели, там, агрегатор, который может, там, любой прайс, ты ему задаешь колонки, он там понимает, там, идентифицирует, там, партикулу по штрих-коду, по чему угодно он может делать. Это все он берет пресс-поставщика и вот он у тебя в 1С. С характеристиками, если вдруг они там есть, с ценами, с совсем-совсем-совсем, не рутсями. Сколько стоят подобные вещи? 12 тысяч, по-моему, или 15 тысяч гривен. В? Нет. Просто? Просто один разовый платеж? Да, один разовый платеж. И это сэкономило нам, это нам отбилось за первых пару месяцев, за первый, может, даже, может, даже за первый месяц. Просто у нас много поставщиков, и это все делалось нашим кривым агрегатором, который был написан до этого, а он написан был за очень другие деньги, намного дороже. Если бы, ну, он писался тогда, когда вообще ничего подобного не было. Ну, в итоге просто, когда это все автоматизировано, когда каждый прайс поставщика у кого-то надо обновлять раз в день, а кого-то раз в 2-3 часа, потому что там крупный игрок, у которого сейчас есть, через минуту нет. А клиенту нужно дать правдивую информацию, тем более, что практически все сидят на рекламе, если товар в наличии, он рекламируется, ты уже заплатил за этот товар, ты уже в минусе, если не обновил вовремя прайс. Я знаю, что актуализация остатков, актуализация цен и вообще, да, агрегирование со всех поставщиков – это такая достаточно серьезная боль у всех, ну, у тех, у кого больше, чем у один поставщик. В прошлый раз, когда мы с тобой говорили про идеального поставщика, где-то тут будет это наше интервью, ты говорил тогда, что обращайте внимание именно на тех поставщиков, которые могут сделать нормальную выгрузку. Кстати, как изменился рынок за последние пару лет в контексте, вот, как крупные поставщики работают с выморозками? Чем дальше, тем больше, скорее, не крупных, а digital поставщиков, потому что далеко не все крупные являются продвинутыми. Многие крупные становятся динозаврами, которые уходят с рынка. То бишь, я помню больших игроков рынка, там, 2011 года, которые в 2015 году были сломлены, там, с нескольких тысяч квадратов площадей, заезжал год назад, там, маленький магазинчик на 100 квадратных метров. А где крупные опты, где опты, где все, где все то, что я помню, но, как бы, нет. У них просто, они не перешли на 1С, они не перешли на работу с сайтом. Все. То бишь, крупные далеко не означают, что он просто по каким-то факторам еще живой. Ну, а digital, да, конечно, очень много. То бишь, их далеко уже не 10 компаний, там, в каждой нише. Ну, по крайней мере, в нашей нише есть кого выбрать. Просто надо тоже смотреть на сортименты, на качество этих прайсов. Но, как минимум, прайс, лист, хотя бы там в Excel, но его легко стянуть. У многих есть там EML, есть сразу выгрузки на промо, есть много-много-много всего, которые более продвинутые. Да и все. Ну, растет, оккультуривается рынок, мне это радует. Это хорошо. То есть многие ушли, ну, многие начинают двигаться в сторону digital для того, чтобы всем продавцам последствия была, ну, то есть чтобы быстрее работала цепочка. Да, да, да. Ну, так же появились и другие форматы, где там, не знаю, там через Telegram продается, там что-то оптом и прочее, где там прайс в три колонки, название, цена и есть-нет. Но с такими поставщиками, ну, не знаю, кто-то работает, кто себе может позволить, вот, там, три заказа в день, ну, ок. Вот. А для масштабирования, ну, нужны другие системы, больше информации, клиенту нужна нормальная информация и актуальная. Расскажи чуть-чуть про персонал, потому что наличие, ну, автоматизации, оно с одной стороны уменьшает количество, может уменьшить количество персонала, с другой стороны оно предъявляет определенные требования к уровню квалификации людей. Благодаря автоматизации намного проще обучить команду, потому что когда приходит человек и у него, не знаю, чтобы ему, там, оператор склада, ему, там, не знаю, выгрузить ТТН, ему надо нажать одну кнопку. Ну, если, там, три года назад надо было нажать, там, пять кнопок, и еще в какой-то последовательности, то базово это вообще заходилось на сайт новой почты, там делалось в их личном кабинете ТТН, потом распечатывалась, потом вот же посылка. Ну, то бишь, тогда было сложно обучить человека, показать ему эту всю рутину, и сколько времени и трудоемкости это было, то сейчас это одна кнопка. Ну, выделил заказ, одна кнопка, которая сразу делала, там, реализацию, расходники, все делает, и вот ТТН, КПАПИ, все. Ну, наоборот, все, что нужно, это более квалифицированные люди, которые понимают, как это все работает. Ну, наоборот, упростилось все. Ну, я просто говорю о том, что персонал должен быть чуть более квалифицированным. То есть, с одной стороны, у тебя появляются работник склада, которому достаточно нажать одну кнопку, на все, кто подготовит, и менеджер, они… Точно так же менеджеру, благодаря API, у него он открывает заказ, у него вся информация и наличие, и уже сразу резерв ставится. Это важно, потому что у нас была проблема резервирования. Когда API сильно долго ходит, ну, обновляется прайс, ну, долго, на… там, есть всего, там, 5 единиц, а за полчаса сделан заказ, там, на 15 единиц. Вот это плохо. Когда не очень… ну, время, особенно в жаркие сезоны, в жаркое время, вот в минутах очень ощущается, у кого есть автоматизация из поставщиков, у кого нету. Причем, что в такое время мы тех поставщиков, которые там обновляют прайс даже раз в день, мы их просто отплывает, отключаем. Ну, потому что… Потому что… Потому что это десмысленно. Касая на рознице, мы же платим за это деньги. Касаемо опыта, мы просто полностью все актуально держим, и это очень строго. К нам будут потом претензии, у вас же написано, что есть, у меня клиент заказал. Вы обязаны, вы взяли на себя обязательства, ну, вот делайте. Ну, и мы делаем, а что нам делать? Держим планку высокую, и клиенты в итоге довольны. Ну, и точно так же касаемо розницы, если раньше менеджеру нужно было много полей разных заполнять, посмотреть, еще что-то, то здесь он не может ошибиться. Если там папе, у него потянуто там какой-то конкретный город, потянуто, куда это все отправить, количество мест, резерв поставился, все. Менеджеру просто надо открыть заказ, клац, один клик, ну, да, два клика. Все хорошо, еще раз два клика, хорошо. И общение с клиентом в среднем, это минута 20, минута 40. Это уже полностью, вот, полное общение. Все готово. Да, это вот там уточнить полностью все по заказу, до продажи полностью все, позаботиться о клиенте, чтобы он остался доволен. Расскажи немножко, что касается электронных документов. Вы в эту сторону смотрели или у вас еще бумага? Кто ты имеешь? Я имею в виду, ну, все взаиморасчеты с контрагентами, у вас бумажные документы еще ходят или вы уже давно все... Давно все электронно. Ну, у нас в сайте там взаиморасчеты отдельно, все там, все четко. И есть много сервисов, которые там позволяют электронный документооборот. И зачем? Нам с тобой, возможно, кажется, что зачем, но слишком много еще людей, которые опасаются этого, не понимают, не задумываются. Время все растает в свои места. Можно сделать анализ, что было 5 лет назад, 10, 15, 20. И как бы, ну, провести линию дальше, куда она идет, ну... Сколько лет вы уже в цифре работаете с документами? Я сейчас так не скажу, потому что скажу там 3 года. Ну, что-то просто, ну, оно же все постепенно переводится. С определенными компаниями мы до сих пор работаем через бумажки. И определенные вещи там приходятся, ну, это частность. Но в целом мы стараемся вообще все в электронном виде. Даже там, ну, почта все дает в электронном виде, приват дает в электронном виде. Ну, все вообще, банкинги. Ну, а поставщики? Так точно так же. Мы как поставщик все в электронном виде даем и нормально все. Есть такая фраза, что если у тебя хаос в процессах или в чем угодно, то если добавить автоматизацию, то ты просто получишь автоматизированный хаос. По твоему мнению, что нужно в первую очередь, так сказать, привести в порядок для того, чтобы не получить автоматизированный хаос в своем интернет-магазине? Великолепный вопрос. Мы это проходили, автоматизировали хаос. Вот. Мы за это заплатили деньги, все хорошо, это нашел. Сколько? Я буду много задавать вопрос, сколько. Сколько вы заплатили за автоматизированный хаос? Ну, мы много там, когда мы делаем какие-то процессы, вот мы там платим зарплату человеку, нанимаем, который делает работу и автоматизирует, собственно говоря, то, что, собственно говоря, не надо было. Ну, мы, я в цифре не скажу, но я знаю, что там месяц бывает, бывает три месяца, бывает там больше, ну, сейчас больше вряд ли. Так, это как раньше у нас намного реже мы срезы делали и понимали, где мы тратим не туда и двигаемся не туда. Сейчас все намного быстрее. Прежде всего, прежде всего человеку нужно понимать, кто главный. Если он главный, ему надо принять на себя ответственность. Если он главный в бизнесе, значит, у него должен быть план, полный план. У него должно быть понимание, там, его цепочки, там, как заказы, ну, вот, если брать заказы, окей, что с заказами, как они к нему попадают, так, как обрабатывают, что должны говорить. Это все нюансы. То бишь, у него должна быть, как минимум, базовая схема этого. Точно так же базовая схема, как товар попадает на сайт от поставщиков. То бишь, это разные вещи. Ну, вот, когда он разрабатывает полную, имея полную картину, тогда уже можно степ-бай-степ, часть за частью, шаг за шагом все делать. Сделали этот процесс, все, у нас новое узкое звено. Сделали этот процесс, новое узкое звено. Там, уже, там, тот, он, менеджеры уже не успевают. Или, наоборот, у менеджера появилось много времени, что делать. Надо или что-то делать, чтобы дать менеджерам работу, или принимать кадровые решения. Ну, все просто. Или, там, не знаю, рекламу запускать, или то, или то. Это уже, ну, должна быть стратегия и план. Без него будет просто автоматизация хаоса. Если я так подсуммирую, это сначала расписать все процессы, которые проходят в твоем интернет-магазине. Поочередно. Поочередно потом найти. Лучше всего это делать в менеджере. Есть такая программа. И потом уже двигаться. С чего бы ты рекомендовал начинать? То есть вот у нас есть весь этот хаос, который творится в интернет-магазине. С чего бы ты начинал? Там, не знаю, со скриптов персоналу, с автоматизацией прайсов. С чего? Прежде всего я бы описал все процессы. После чего я бы замерил каждый процесс. После этого попробовал бы сделать каждый процесс это сам. Там, обработать заказ, не знаю, спаковать что-то, взять коробку отсюда и пойти туда. И все это записывал бы. Также посмотрел бы, сколько времени занимают эти процессы у других людей. При этом найдется очень много свободного времени, оказывается, у команды, которые просто хаотично двигаются. Прежде всего начал бы с того, что их упорядочил. Чтобы они начали делать друг за другом правильную работу. За счет этого уже увеличится КПД любого процесса. И как минимум начнется видена какая-то структура. Дальше снова бы сделал замеры, увидел, где у меня неэффективно. Посмотрел бы, где у других. И постарался бы поискать готовое решение. Готовое решение зачастую стоит дешево. К примеру, сделать сайт стоит, может и стоит 3 копейки, там сосед сделал, вопрос качества. И вопрос сайт или сайт, который работает. Сайт, который работает, это не сайт, который приносит деньги. Это все разные сайты. Сайт, который работает, а как нам нужно и приносит деньги. Это уже немножко другой. Да, да, да. И, соответственно, разные деньги это все стоит. Пром.ю.и дает базовый старт очень хороший. Как то, что, то, откуда можно быстро зарабатывать деньги. Просто благодаря рекламе, ну, как и другие сервисы. Ну, и, соответственно, замерял бы процессы и понимал, где у меня самая большая боль. Если самая большая боль заключается в том, что менеджер там очень долго общается с клиентом, он там холодный, горячий, еще что-то, окей, работал бы со скриптами. Если хаос там в прайсах, в поставщиках, неактуальность и цены, много потерь из-за этого, работал бы с этим. То бишь, где большого всего минус, его прежде всего закрывал. Потом следующий минус закрывал, потом следующий. Ну, и так, в принципе, дорогу оселит идущий. Ну, прежде, ну, важно поставщик, хороший поставщик, хороший товар, хороший сервис. Сейчас внешний и внутренний передавать клиенту, и все хорошо. Иногда кажется, что вот, ну, мы сейчас не проговорили никаких сверхъестественных советов, но почему-то люди часто этого не делают. Ну, знаешь, у нас все-все знают, но, к сожалению, мало кто чего делает. Ну, да. Где найти эту внутреннюю энергию, это все сделать? Меня всегда двигала, ну, там, какая-то миссия, цель, мои внутренние вещи. Мне хотелось, там, сделать классный продукт. Я видел проблему в моей нише, и хотелось сделать так, чтобы был очень классный поставщик, там, детской игрушки и творчества для других интернет-магазинов. Мне захотелось стать супер-классным. И эта планка, чем дальше, тем выше растет, потому что и другие начинают делать. Ну, и это, для меня это задорит. Кого-то будет задорить, не знаю, там, деньги. Кого-то будет задорить, там, путешествия, что он, там, заработает денег и поехал, поедет путешествовать. Ну, в любом случае, каждый сам ищет, там, что его движет. Но важно гореть, вот это я точно знаю. Гореть бизнесом, то, чем ты занимаешься, любить то, что ты делаешь, и чтобы оно приносило тебе большое удовольствие. Вот я предлагаю на этом и закончить. Любить то, что ты делаешь, и стараться сделать это максимально хорошо. Спасибо большое за внимание. Я уверен, у вас очень хорошо получится поставить лайк этому видео. Если вы находитесь в нише детских игрушек, если вам интересен Федор как компания-поставщик, напишите в комментариях, мы там оставим контакты. И я уверен, у вас все получится. На этом спасибо. Подписывайся на канал, ставьте лайки. И до следующих встреч.